Ухов, РБК. Если позволите, два вопроса про валюту. На днях новым президентом Аргентины стал Хавьер Милей. И одно из главных его предвыборных обещаний – это ввод в стране вместо ПЕСа американского доллара. Россия, наоборот, последние несколько лет держит курс на дедолларизацию, отказывается и от доллара, от евро в международных расчетах. Как вы оцениваете этот процесс? Насколько выгодным стал взаиморасчет России и ее экономических партнеров в рублях и национальных валютах дружественных стран? Ну и если коснулись темы рубля, то, на ваш взгляд, какие факторы больше всего влияют на курс рубля, на его падение, на рост? От чего это больше всего сегодня зависит? Да. Ну, первое – это… Ну, давайте начнем с Аргентины, чтобы потом к этому не возвращаться. Да, всем известно, идея вновь избранного президента Аргентины перейти на доллар внутри страны – это решение, суверенное решение каждой страны, но, во-первых, в Аргентине инфляция, по-моему, где-то 143 процента. И поэтому, да, очень много проблем, это мне еще прежние руководители говорили, связаны с возвратом тех заемных средств, которые Аргентина получала из различных источников. И поэтому логика понятна. Но это, конечно, значительная утрата суверенитета страны. Если другого выхода сегодняшнее руководство Аргентины не видит из известных финансово-экономических проблем страны, – ну, это их решение. Но это, безусловно, значительная утрата суверенитета. Далее. Есть и социально-экономическая составляющая подобного решения. Вы из РБК, да? Ну, у вас специализированный канал, поэтому там у вас все специалисты, они меня поймут, да, и граждане поймут, наверное, здесь ничего сложного-то нет. Ведь даже привязка к доллару, национальной валюты, жесткая привязка, она уже чревата серьезными социально-экономическими последствиями. Аргентину трясло в свое время как следует в связи с финансовыми проблемами, там, вплоть до набегов на банки. А смотрите, где что произойдет, если будет только доллар. Или жесткая привязка к доллару. Ведь в ходе своей внутренней решения внутренних проблем экономического характера всегда любое правительство думает о том, как обеспечить социальные гарантии граждан, выполнить свои социальные обязательства. Вот я с удовлетворением отмечаю, что правительству Российской Федерации удается, несмотря на определенные повышения расходов на оборонку, на то, на это, в сфере безопасности. Мы полностью выполняем все свои обязательства перед гражданами. Целиком. Можно сказать, что этого недостаточно, хотелось бы больше. На переселение больше денег направить и так далее. Но то, что государство обещает публично, все исполняет. И будет исполнено. Что касается привязки к доллару. Вот есть определенные обязательства. Пенсии, заработные платы в бюджетной сфере, социальные пособия, и т.д., и т.п. Значит, как правило, денег не хватает. К чему приведет привязка к доллару? Если есть национальная валюта, ПЭСа, есть такой инструмент, как, ну, немножко на инфляцию там, увеличить инфляцию. Да, не очень хорошо. Но, все-таки, это инструмент балансировки ситуации между здоровой экономикой и исполнением социальных обязательств. А если нет национальной валюты, уже ничего не подпечатаешь. Есть только один путь. Сокращение бюджетных расходов на социальную сферу. Жесткое урезание уровня заработных плат, пенсий, пособий, расходов на медицину, на дороги, на то, на это, на внутреннюю безопасность. Другого пути нет. И в этом случае любое правительство ставит себя в очень сложные условия с точки зрения внутриполитической стабильности. Если такой выбор сделан нашим партнерам, это их право, это сама страна определяет, что и как нужно делать. Значит, теперь, что касается нас, то вы говорите, мы отказываемся. Да не отказываемся. Нам просто проблемы начали чинить с расчетами в иностранных валютах. Кстати говоря, тоже опять стреляют себе в ногу. Зачем они сокращают возможности доллара и евро как универсальных валют, как резервных мировых валют? Ну, прежде всего, доллара, конечно. Вот у нас в 2021 году, дай бог памяти, при обслуживании нашего экспорта использовалось 87% иностранной валюты. 87% совокупно доллар и евро. Рубль был, по-моему, где-то на 11-13%. И юань – где-то 0,4%. На сентябрь этого года такая картина. Рубль – 40%. Юань – 33%. Совокупное использование доллара и евро – 24%. Было 87%, стало 24%. Зачем они это сделали? Это, повторяю, выстроили себе в ногу. Плохо это для нас или нет? Да нет. Вообще, чем больше мы используем национальную валюту в экономических расчетах, в расчетах финансовых, тем лучше. Это повышает наши суверенитеты и возможности наши. От чего зависит курс? Курс у нас плавающий, зависит от рыночных условий, от цен на наши экспортные товары и от растущего спроса внутри страны. А он растет. Есть еще один аспект. Кстати говоря, указ, который был призван отрегулировать эту ситуацию с валютой, но отчасти это и на курс влияет, конечно. Он все-таки сыграл свою роль. С чем это связано? Связано с тем, что в прежние годы не нужно было никаких ограничений, потому что мы получали достаточной информации от тех стран, куда идет значительный объем нашего экспорта. И нам было понятно движение капитала. Теперь мы не получаем оттуда информации. Они для нас ее закрыли. Правительство, Центральный банк не видит, что происходит с теми объемами средств, которые наши экспортеры выручают от экспорта. И у нас возникло, у ЦБ и у правительства возникло законное желание посмотреть, как рубли накапливаются, как они гуляют, куда, в каких объемах. В этом смысле такие элементы определенного контроля указ вводят. Но я исхожу из того, что все нормализуется, это вносит временный характер. А в целом ситуация на финансовой рынке стабильная. Самое главное – это обеспечить стабильность и предсказуемость. И, на мой взгляд, сегодня мы добиваемся этой цели.